здравствуйте друзья с вами вновь я олег и канал я и мой хвост мы много с вами говорим по поводу мотивации по поводу выработки условных рефлексов для животных и именно поэтому мне стало поступать много вопросов что же такое собственно говоря для собаки и для животных в принципе мотивация и что такое условный рефлекс безусловный рефлекс люди немножко не понимают что это такое но это понятно собственно говоря биологического образования у многих владельцев животных нету только начинают они я не буду углубляться в детальное изучение значит каких-то не выше нервной деятельности просто для понимания объясню что существует значит мы с вами пытаемся научить животных выполнять какие-то определенные команды пытаемся с вами понять как думают наши с вами питомцы и поэтому какие-то базисные знания мы должны с вами знать то есть то есть для того чтобы применять в своей практике для того чтобы находить взаимопонимание с животными мы должны знать что же все-таки мотивирует их на то или иное значит как бы действия ну мотивация это побуждение я просто буду изъясняться я не буду здесь научной терминологии какой-то давить вас потому что в принципе это особо то и не надо то есть мотивация это побуждение к выполнению поставленной той или иной вами задачи перед животным ну какие виды мотивации значит как бы существует их три вида не так уж и много собственно говоря это первое зоовитальная мотивация ну зоовитальная смотрите зол по приставкой это значит как бы что это животные вида это значит у нас жизнь и вот чтобы перевести на русский это проще говоря является мотивация жизнеобеспечения то есть что это такое то есть это собака должна быть сытая то есть у нее такое есть как гол да знаете вот то есть она должна кушать она должна спать она должна пить что-то вот это и есть как бы зоовитальная мотивация дальше второй вид мотивации кстати к зоовитальной мотивации еще последнее время стали относить такое понятие как эмоциональная составляющая для животного то есть эмоции это тоже как бы входит в в программу жизнеобеспечения то есть жизнеобеспечения эмоции это ну можно сказать сопутствующие рядом идущие вот такие вещи значит второй вид мотивации это зоо социальная мотивация ну для собаки в частности вот положим есть какая-то собака социальное животное да она проживает стаи мы уже с вами говорили об этом и значит в этой стаи есть какая-то определенная иерархия и для того чтобы значит как бы стая полфункционировала полноценно в ней должен находиться вожак надеюсь что для своей собаки вы либо уже являетесь вожаком либо скоро станете этим вожаком ну вот должен быть вожак который ведет к стая к добыче к пище ведет к водопою скажем так ведет должны быть ну там альфа самец альфа самка должна быть то есть вот социальная иерархия это как раз является мотивацией зоо социальной ну и третий вид мотивации для животного именно для собаки это мотивация обучения то есть в процессе игры в процессе игры в процессе игры животное приобретает те или иные навыки ну положим то что в процессе игры щеняты между собой пытаются укусить за шею то есть нападают сверху потому что это является более такое уязвимое место у всех остальных животных в процессе игры они это прям понимать начинают то есть откладывается у них в голове это вот кстати когда у них начинают откладываться в голове это вырабатывается у них уже условные рефлексы мы так плавно с вами переходим сейчас на тему рефлексов то есть вот смотрите есть условные рефлексы есть безусловные рефлексы что такое безусловные рефлексы безусловный рефлекс это то что матушка природа скажем так дала нашему животными нам с вами то есть ну например при виде еды у нас вырабатывается слюна да это является как раз безусловным рефлексом ну вот все такие вот вещи собственно говоря что такое безусловный как условный рефлекс звучит скажем так по-научному но безусловный рефлекс это стереотипная реакция организма на те или иные виды раздражителей вот вот что значит у нас является как бы безусловным рефлексом что такое условный рефлекс условные рефлексы это рефлексы которые вырабатываются в процессе жизнедеятельности уже ну что это какой пример можно привести ну элементарный вот уже из биологии взять предмета как значит все его знают как загорается лампочка в это время подается пища значит и у собаки уже при виде по истечении циклов вот этих вот периодичных повторений лампочка еда лампочка еда лампочка еда уже значит при загорании лампочки вырабатывается слюна так вот для того чтобы мы успешно понимали свое животное для того чтобы мы могли мотивировать его на тот или иной поступок существует тоже ну целая методика конечно же говоря то есть для выработки безусловного рефлекса ну например команда там сидеть лежать ко мне там и так далее должен быть ряд определенных обставлений вот это выполнение этой команды скажем так например это для выработки условного рефлекса определенного мы должны вот с течением обстоятельств таких это значит как минимум это должны быть два каких-то раздражители один из этих раздражителей это должен быть как бы безусловный раздражитель ну например и да да то есть мы команду вот сиди сейчас опять с вами попробуем собачку садим показываем ей еду жест рукой и да в в руке собачки видит еду у него происходит слюноотделение какое-то мы говорим ей сидеть да то есть у нее происходит взаимосвязь между значит голосовой команды сидеть жестом рук руки и подкормочкой которая находится в этой руке с периодичность повторения то есть за один цикл понятно что у собаки условный рефлекс не выработается то есть это нужно какой-то цикл повторений вот и мы добиваемся как раз вот выполнение этой команды другой команды какой-то это не так важно вы должны понять кто-то к нам в гости пришел ну и в заключение я хочу сказать что зная уже то что я вам сейчас рассказал то есть что такое мотивация какие виды мотивации вы существуют что такое рефлекс что такое безусловный рефлекс обладая этими знаниями мы с вами можем уже каким-то определенным образом воздействовать на животное то есть вот смотрите у нас есть агрессивный доминирующий пытающийся занять свою нишу вожака кобель допустим у него есть зоовитальная мотивация это мотивация которая жизнеобеспечивающая которая подразумевает то что например он хочет кушать до в данный период времени и у него есть мотивация зоосоциальная то есть он пытается занять нишу вожака то есть он агрессивно ведет себя по отношению к вам по отношению к окружающимся и используя эти две мотивации вы можете влиять на на поведение вот именно конкретного животного то есть вот смотрите во время кормления во время кормления вы усаживаете собаку заставляете ее значит дождаться еды обязательно как вы помните что нужно дождаться прямого взгляда в глазах прямой взгляд означает то что она просит у вас сейчас данный момент еду то есть она должна понять то что доступа к еды без именно вас у нее не будет никогда и именно поэтому вы являетесь для нее вожаком то есть вот смотрите собака посмотрела в глаза вы дали значит ей покушать и тем самым как бы заслужили высокое звание вожака то есть воздействие мотивационными такими факторами то есть вот у него есть мотивация кушать да есть мотивация стать вожаком но вожак отвечает за добычу еды то есть без вас у него еды он никогда не добудет он должен это понять и он должен просить прямым взглядом глаза то есть вот на данном участке скажем так вы используя вот те знания которые я вам сейчас сказал можете одним из факторов то есть это естественно же и может и бы будет являться не 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 один не а вот я вам привел бы привел сейчас при пример это один только из примеров которые в течение двадцати четырех часов в сутки которые вы должны собственно говоря и принимая принимая при при применять говоря все что я хотел вам сказать с вами был я олег канал и и и и и и и Субтитры создавал DimaTorzok